Наталья Сырбу 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 Каждый год мы проводим конкурс эссе о каком-то благотворителе. Уже были проведены эссе о Губонине, о Байвазовском, о святителе Луке. В этом году была тема благотворители современности. И вот победители этого конкурса, 25 ребят, будут присутствовать на нашем балу, где им будет оказано самое большое внимание, где они будут танцевать. Да, то есть это для них волшебство, которое организовываем мы и хотим, чтобы тема благотворительности, она была нормой жизни, понимаете, нашей. То есть вот этот белый цветок, кроме того, что это материальная составляющая, но это еще и воспитательная тема. Мы хотим воспитывать наших детей, чтобы они понимали, что благотворительность – это хорошо, это норма, это должно быть. И это должно поддерживаться каждой семьей и каждым ребенком. В этом году состоится еще взрослый балл. Еще и взрослый балл, да. В этом году все готовятся к взрослому баллу второй год. Кстати, когда будет проводиться? Уже 25-го. 25-го числа вечером в 19 часов также состоится, и все готовятся к этому красивому мероприятию. И также там состоится благотворительный аукцион. Поэтому это очень красиво. Многие читают историю, знакомятся с историей. И это хорошая история, когда объединяются люди-меценаты в одном месте, знакомятся друг с другом. И делятся опытом, как помогать, как оказывать такую помощь. Хочу сказать, что благодаря «Белому цветку» в течение года нашим фондам по акции «Срочный билет» было приобретено 287 билетов. 76 детей было отправлено на лечение из 16 городов нашей республики и город Севастополь. И акция «Белый цветок» действительно – это хорошая традиция, которая благодаря Елене Александровне Аксеновой возродилась в нашей республике. Вы сказали про акцию «Срочный билет». Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее. «Срочный билет» – это акция, 7 лет существует в республике, так как сегодня у нас есть возможность и есть серьезная поддержка государства, и серьезные заболевания обеспечиваются и препаратами, и питанием, и оборудованием. И есть возможность отправить детей на высокотехнологические лечения в разные города нашей большой страны. Но возникла проблема с билетами, поскольку это очень дорого, и нет возможности собирать эти деньги, поскольку если вдруг это реанимация, и срочно нужно везти ребенка в Москву или в Питер, то врачи в республиканской детской больнице срочно готовят ребенка к транспортировке, вызывают врача, связываются с больницей, готовят скорую помощь, а наш фонд связывается с авиакомпанией. Бывают даже случаи, когда просят пассажиров сойти с самолета, пересесть на следующий рейс, их пересаживают в бизнес-класс, демонтируют кресло, чтобы установить носилки. Есть разрешительные документы, чтобы поднять на самолет кислородные баллоны, медицинские инструментарии. Если вдруг во время полета понадобится какая-то срочная помощь, то они смогут оказать все эти манипуляции. Поэтому, поверьте мне, мы уже в этом году не раз говорили о том, что мы мечтаем, наверное, на какой-нибудь юбилейный белый цветок, наверное, соберем всех наших подопечных, но не представляю, в каком зале мы сможем это сделать, потому что в течение семи лет было спасено очень много детских жизней. Спасибо белому цветку. Скажите, пожалуйста, вот прошло более 100 лет с даты основания, скажем так, да, этой акции благотворительной. Если 100 лет назад тогда лечение, собирали на лечение преимущественно детям, болеющих туберкулезом, на сегодняшний день это не только туберкулез, насколько мы поняли, это и другие заболевания. Да, действительно, под опекой Крымского детского хосписа, в частности, мы вот существуем с 2019 года, наша организация функционирует, а сейчас под опекой 45 семей с тяжелобольными детьми по всему Крыму. И причем хочется отметить, что именно семей, так как мы оказываем комплексную поддержку и психологическую, и духовную, и гуманитарную, способствуем оказанию медицинской помощи. Поэтому такой комплекс позволяет поддержать семьи с тяжелобольными детьми. Это в основном неизлечимо больные дети, к сожалению, но это не значит, что этот ребенок не заслуживает на детство. Его родители должны быть родителями, иметь возможность любить своего ребенка, находиться с ним рядом, быть дома, не жить в больнице. Наша задача обеспечить ребенка и медицинскими расходными материалами, и оборудованием медицинским. Мы ежемесячно оказываем помощь. У нас в начале месяца происходит мониторинг потребностей наших семей, в середине месяца происходит закупка, и каждый месяц, в конце каждого месяца наш Добромобиль развозит по всему Крыму, от Керчи до Севастополя, включительно нашим деткам, любимым нашим подопечным, такую важную и нужную помощь. Это, конечно, в том числе благодаря белому цветку, который позволяет привлечь все-таки внимание благотворителей, меценатов, да и вообще всех людей. Но, конечно, основная наша задача – это строительство детского хосписа. Это будет первый хоспис вообще в Южном федеральном округе на сегодняшний день, такого медицинского учреждения нет. Это место, где проповедуется философия все-таки жизни, поддержки, радости. Это там, где родители смогут получить и социальную передышку, и качественную медицинскую помощь. Вот скажите, если у человека есть средства, он готов помочь, как он может стать участником акции? Мы приглашаем всех завтра, 25-го числа. В Симферополе это состоится, в Екатерининском саду, да? Да. И в какое время? 11? С 12 часов. А, с 12 часов стартует по всему Крыму. По всему Крыму стартует, кроме Евпатории. В Евпатории с 9 часов, они там по своей программе, но тоже у них будет насыщенный очень детям. Насколько активно вообще крымчане участвуют в подобных благодарительных акциях? Вы знаете, с каждым годом активность реально увеличивается. И это действительно очень приятно, что люди перестают быть равнодушными и перестают проходить мимо чужих проблем, мимо чужой боли. И когда они сами предлагают сейчас свою помощь, то есть они только слышат о белом цветке, они мне звонят, говорят, вот мы знаем, что вы этим занимаетесь, куда мы можем перечислить деньги? Скинь, пожалуйста, реквизиты. То есть не надо уже никого уговаривать. Это действительно очень приятно. То есть за 7 лет удалось сделать Крымфян более сознательными, более отзывчивыми к таким проблемам? Организации сами обращаются, говорят, что вы знаете, мы хотим провести мероприятия, мы хотим, не знаю, собрать блогеров, хотим собрать бизнесменов. И, в общем, разные категории людей именно для белого цветка, скажем так, под эгидой белого цветка, под нашим логотипом белого цветка с удовольствием люди присоединяются и проводят мероприятия благотворительные. Я хочу еще сказать, что на самом деле очень много добрых людей, очень много меценатов, которые просто еще не хотят афишировать свою доброту какую-то. И это тоже, понимаете, это тоже очень приятно, но и мы хотим, чтобы это не было стыдным, чтобы благотворительность, чтобы люди, можно сказать, расправив плечи, вершили добрые дела. Потому что спешите делать добро. Мы очень рады, что есть только самоотверженных людей, которые готовы протянуть руку помощи. Да. Спасибо вам за вашу работу, спасибо, что пришли сегодня на наш эфир и желаем вам, чтобы было как можно больше таких добрых, отзывчивых людей, которые готовы поучаствовать в этой акции. Какие пожелания будут нашим телезрителям? Дорогие друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к акции «Белый цветок». Рассказывайте своим деткам, приходите с семьями в каждый город. Это всегда очень красиво, это всегда очень душевно, по-доброму. Да, это очень трогательно. Мы всех приглашаем, ждем. Спасибо. Наталья. Я присоединяюсь к словам Анны Владимировны. Мы ждем завтра всех наших крымчан в наших городах. До встречи. Только добро спасет наш мир, правда, и великое счастье видеть счастливые глаза родителей, когда они видят, что дети выздоравливают. Поэтому собирайтесь, присоединяйтесь к нам, и действительно каждая копейка способна спасти маленькую жизнь, которая в дальнейшем обязательно что-то сотворит в этом мире хорошее и доброе. Знаете, в наших шоколадках написано «У Бога нет на земле других рук, кроме ваших». Пожалуйста, давайте ваши руки. Замечательная фраза. Спасибо вам большое, что пришли к нам в студию, и спасибо за такую интересную беседу. Мы также призываем наших зрителей поучаствовать в данной акции. Субтитры создавал DimaTorzok.